Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал прививку от коронавируса. Он получил первый компонент вакцины. Об этом глава рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Дмитрий Игоревич посоветовал всем жителям региона сделать вакцинацию, чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет. Напомним, что в Самарской области открыто 167 пунктов вакцинации от коронавируса. Среди них как мобильные комплексы, так и круглосуточные пункты. Даже в ночные часы можно привиться в Самаре, Тольятти, Безенчуке и других городах. Тему вакцинации в регионе продолжит моя коллега Юлия Владимирская. Чем больше людей сделают прививку, тем быстрее мы остановим пандемию коронавируса. В Самарской области вакцинацию прошли почти 375 тысяч людей. Это 24,5% от необходимых 60. В регионе брошены все силы на формирование коллективного иммунитета против коронавируса. Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации. Такой опыт есть. Вот осень прошлого года, когда мы совместными усилиями, в том числе с промышленными предприятиями, сами выделяя дополнительные деньги, смогли привить практически 60% жителей региона от гриппа. И в зимний период гриппа в регионе не было. От коронавируса массовая прививочная кампания началась в конце января. И со второй половины февраля еженедельные показатели заболеваемости у нас пошли вниз. В Самарской области созданы все условия для того, чтобы вакцинация была удобной и доступной. Особенно жителям нравится работа мобильных комплексов. 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов передал больницам губернатор Дмитрий Азаров в начале апреля. С тех пор специализированные автомобили медики используют, чтобы в том числе проводить вакцинацию. Ездят по удаленным районам и селам, работают в общественных местах и во дворах города. Таким образом, получить вакцину можно в удобное время и без очереди. Этим воспользовались жители Чапаевска. Сегодня у нас проходят параллельно сразу два мероприятия с использованием мобильного комплекса. Это диспансеризация и вакцинация. Диспансеризацию по нашим планам должны пройти где-то около 40 человек. Очень надеемся, что большинство из них будет также провакцинировано при отсутствии противопоказаний. Сначала их обязательно осматривает доктор. Что касается людей, могут прийти люди просто с улицы. О том, что мобильный комплекс стоит здесь, они были оповещены. Среди пациентов сотрудники Управления архитектуры города. Галина Виляева хочет жить без страха за своих родных и за себя. Поэтому вопрос, сделать ли прививку, даже не стоял. По словам Галины, вакцина дает возможность жить полной жизнью, в том числе путешествовать. С доктором поговорили, есть ли у меня противопоказания. Все нормально, отправили на прививку. Процедура прививки в мобильном ФАПе ничем не отличается от той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах, поликлиниках. Заполнение документов, осмотр врача при отсутствии противопоказаний инъекции. Также здесь дают памятку и назначают дату повторной прививки. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом три недели, что позволяет сформировать иммунитет. Юлия Владимирская, Новости Тольятти.